Таких видео с регистраторов в ютубе сотни. Не справился с управлением, врезался в столб или другое авто, сбил пешеходом. Когда оставить шипованную резину, пока решают сами автомобилисты. Большинство это сделали после первого снега, потому что ездить на летний небезопасно. Время года холодное, поэтому надо переобуваться. Так как гололед, все уже кончилось лето. Все-таки ездим с детьми не одни. Должны ездить на шипованной резине. Это обеспечивает быстрое торможение. Все-таки такое-никакое. Уверен в себе. Этой весной были утверждены поправки в технический регламент Таможенного союза о безопасности транспортных средств. Документ содержит запрет на эксплуатацию авто, не укомплектованных зимними шинами с декабря по февраль. Если раньше эта обязанность распространялась на все категории машин, то теперь в документе есть уточнение. Менять резину нужно на легковых авто и небольших восьмиместных автобусах. При этом штрафовать за отсутствие шипованной резины инспекторы ГИБДД по-прежнему не смогут. Однако наказание ждет тех, кто не следит за состоянием колес. Шина считается непригодной к эксплуатации при появлении одного индикатора износа, остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, а также наличие местных повреждений шин, которые обнажают корт, а также при расслоении в каркасе, брекере, борте, местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя. Для авто с шипованными шинами по-прежнему обязательно соответствующий знак шипы. Тем, кто его не установит, грозит штраф. Он должен быть хорошо виден другим водителям транспортных средств. За отсутствие такого знака предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12 кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Еще одно новое введение, которое вступило в силу обновленный ГОСТ по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. По новым ГОСТам рыхлый и талый снег должны убираться с проезжей части в срок до 12 часов. Примерно такие же требования к уборке на леди. Эти кадры сняты в январе. Город завален снегом, каша под колесами авто и под ногами прохожих. Если с центральным дорогой более-менее ситуация нормальная, то во дворах, конечно, все ужасно. Год от года у нас улучшается хотя бы немножко ситуация? Нет, все на месте стоит. Ничего у нас не меняется. Между тем, новые правила предписывают приводить в порядок улицы в кратчайшие сроки. В некоторых регионах страны надзорные органы ЕБДД уже наказывают дорожников за несоблюдение правил. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».